Сегодня идем трекинговый маршрут до озера Дангузарун и поднимаемся на Чигет. Не на саму вершину, конечно, но поднимаемся на склоны Чигета. Как и всегда, это видео будет полезно тем, кто собирается сам пройти этот маршрут и хочет узнать какую-то прикладную важную информацию, а также будет просто интересно тем, кто хочет насладиться красивыми видами гор. Что обязательно нужно взять с собой даже на однодневный маршрут в горы? Обувь — максимально важный пункт. Подошва должна быть агрессивной, носки-ботинок жесткие, голеностоп зафиксирован. Одежда. Лучше всего подойдут штаны и футболки с длинным рукавом. Чем меньше открытых участков кожи, тем лучше. Все открытые участки обязательно мажьте солнцезащитным кремом. С собой обязательно возьмите мембранную куртку или дождевик. Погода в горах может меняться за считанные минуты. Обязательно надевайте головной убор. Не забудьте солнцезащитные очки третьей или четвертой категории. Без очков можно повредить глаза. Трекинговые палки — еще один важный элемент снаряжения. Возьмите палки. Они сильно облегчат прохождение маршрута и на подъеме, и на спуске. Возьмите с собой налобный фонарь. Никогда не знаешь, как развернуться события. А ходить в горах в темноте — плохая затея. Обязательно возьмите с собой еду и воду. В условиях повышенной нагрузки организму нужно больше питания и питья. Документы. При чрезвычайной ситуации вас будет проще опознать. Оптимальный размер рюкзака для однодневного похода — 15-25 литров. Начинаем маршрут с поляны Чигет. С правой стороны у нас подъемнички увозят людей наверх. Слева по этому склону тоже можно начать маршрут. Но мы пойдем по размеченной линии трека вот туда. 4,6 км. Озеро Дангу-Зарун-Кель. Проходим через кафешку и пару двойников. И утыкаемся в столбик с надписью «Начало маршрута». Пройти этот маршрут мне сегодня помогут часы Sunta Vertical Titanium Solar. Это часы для занятий спортом, путешествий и экспедиций. Их огромный плюс в автономных походах — возможно спитаться от солнечной энергии и реально долгое время работы. Один год в режиме времени и до 30 дней в режиме тренировки. Также, что не менее важно, спутниковый сигнал быстрый и надежный. Оптический датчик пульса позволит лучше контролировать состояние во время активности. Цветной сенсорный экран обеспечит отличное чтение информации в любое время суток и при любой погоде. А такие дополнительные функции, как второй часовой пояс, секундомер, таймер, будильник, время восхода и заката, термометр, барометр, компас и многие другие сделают выполнение повседневных и спортивных задач быстрее и удобнее. Подробнее про часы Сунта Титаниум Солар можно узнать на сайте сети магазинов наручных часов All Time. All Time на рынке более 20 лет, салон есть почти во всех крупных городах России, а интернет-магазин доставляет заказы в любую точку РФ. В самом начале маршрута есть родниковая питьевая вода. Можно пополнить припасы, если вдруг забыли налить воду до выхода. Маршрут довольно хорошо размечен вот такими метками. Встречаются часто, видны отлично. Начало маршрута проходит по отличной тропе, по смешанному лесу, сквозь которой проглядывают вершины заснеженных гор. Гарантиент относительно простой. Сама по себе тропа тоже хорошего качества, насколько может быть хорошего качества горная тропа. То есть идти по ней нет никаких проблем. Сложных технических участков даже не намечается. Полтора километра от точки старта. И если вам повезет, в этой точке вы можете увидеть кусочек макушки Эльбруса. С питьевой водой на маршруте полный порядок. Три километра от точки старта у нас будет развилочка. Нам на развилочке нужно четко по указателю прямо. Вот оттуда мы пришли. Далее дорога поворачивает налево, идет наверх на склоны Чигета. А мы уходим прямо вот по этой тропиночке, прямиком к озеру. Наглядная причина, почему вам на маршруте нужна либо трейловая, как минимум, беговая обувь, либо желательно трекинговая обувь. Просто потому что, да, поверхности сыпучие, не самые держаковые. Но это не самое главное. Самое главное, на маршруте много камней. А биться об эти камни носками достаточно неприятно, если носки не жесткие. А я, к сожалению, очень часто вижу в горах людей, которые приехали сюда погулять, воспринимают прогулку по трекинговому маршруту как прогулку по городскому парку. Выходят в шлепках, в сланцах, в сандалях, в каких-то тряпочных кроссовках. И потом очень сильно страдают, оббивая себе пальцы. И через 4,5 километра и 2 часа в нашем случае вы на месте. Озеро Дангуза-Рункель находится на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Озеро питается от ледников, и это придает воде характерный бирюзовый оттенок. Из-за высокой альпийской зоны климат в районе озера суровый и холодный. Лето здесь короткое и прохладное, а зима долгая и снежная. Снег тут может лежать с ранней осени до начала лета. Благодаря удаленности и труднодоступности экосистема озера относительно нетронута человеком. Здесь можно встретить редкие виды растений и животных, характерных для высокогорных районах Кавказа. Одним из ледников, питающих озеро, является ледник Дангуза-Рун. Также он известен под названием «Ледник-семерка». Он спускается с высоты около 4000 метров до примерно 3000 метров над уровнем моря. Как и другие ледники Кавказа, ледник Дангуза-Рун подвержен таянию. Изменения в размерах и структуре ледника активно исследуются учеными. В целом на этом маршрут до озера кончается. Дальше у нас есть несколько вариантов. Вариант номер один — мы спускаемся вот по этим тропинкам вниз. Вариант номер два — мы уходим туда, откуда пришли. И, или вариант номер три, мы начинаем подниматься вверх на Чигет. Что могу сказать об участке маршрута до озера? Участок вполне себе комфортно проходится. Если вы с палками, в хорошей обуви никаких проблем не будет. Набор 520 метров. Сам по себе подъем достаточно комфортный, потому что никаких резких перепадов градиента нет. Мы к озеру спускаться не стали. Все самое красивое, на наш взгляд, открывается сверху. Начинаем подъем в сторону вершины Чигета. Подъем от озера, ну или спуск к озеру, смотря откуда идете, довольно крутой. На нем нужно быть аккуратнее. Палочки тут вам помогут. Далее маршрут выполаживается, но продолжает идти такой небольшой тропинкой вдоль склона. Вон человек идет босиком. Ребята, выбирайте правильную обувь, когда отправляетесь в горы. На 6,5 километрах, вон там, вдали, вы увидите маленькие точки подъемника кресельного, который поднимает не на вершину, конечно, Чигета, но наверх Чигета. Вы подумаете, что неужели мы не туда? Не пугайтесь вам именно туда. На данный момент 6,5 километров прошли. Вторая контрольная точка. 6 километров, 720 метров, 700 метров набора высоты. Мы выходим к концу первой очереди, начало второй очереди, кресельного подъемника на Чигет. Дальше у нас есть выбор, мы можем пойти пешком наверх. Разумеется, у нас есть возможность поехать наверх на подъемнике. Или мы можем отсюда пойти вниз пешком, вот по этой тропинке, которую мы видим справа. Ну и также на кресельном подъемнике мы отсюда можем спуститься вниз. То есть через 6 с небольшим километров у нас будет первая точка эвакуации. И одна маленькая просьба или рекомендация от меня. Вот этот маршрут от конца первой очереди до озера вроде бы не длинный. Сколько у нас получилось? Чуть меньше двух километров. И большое количество людей ходят этот маршрут просто в режиме доехали на кресле до верха и пошли погулять. Нам сказали, что там будет несложный маршрут. Кого-то вообще привозят. Вот условно сегодня утром из дома с низиной закидывают, получается, на подъемнике почти на 3000 метров. Сейчас где-то около 2700-2800. И отправляют в пешее путешествие. А эти два километра, казалось бы, всего два километра, они все равно могут быть довольно-таки сложными. Потому что на маршруте может еще лежать снег в зависимости от того, в какое время года вы приехали. Хотя он даже и летом, в самый разгар сезона, может на 3000 метрах-то и появится. Тут могут течь достаточно бурные ручьи с горы. Может достаточно много камней быть. И пройти этот маршрут, я уже говорил, в сланцах, в каких-то тапочках. Люди приезжают в босоножках, я вижу, женщины идут. Это все может причинить вам большую боль. Отнеситесь к прохождению даже этого маленького кусочка, этого большого маршрута. Но, серьезно, палочки и хорошая обувь, это залог того, что вы получите удовольствие от пребывания в горах. И сможете дойти туда, куда хотели бы дойти. Ну и важный момент, с туалетами некоторая напряженка на маршруте. Вот здесь, возле начала второй очереди, возле конца первой очереди подъемника, будет ваш первый туалет. Имейте это в виду. Потому что только снизу на поляне Чигета будут туалеты. И дальше уже в конце первой очереди подъемника. В этой точке можно сделать привал и заглянуть в кафе Аль. Кафе Ай на Чигете открылось в 1963 году. С тех пор оно стало знаковым местом для туристов, альпинистов и лыжников, посещающих Перель-Руси. Тут вы найдете уникальное сочетание потрясающих видов и вкусной еды. Также в этой точке кончается первая очередь кресельного подъемника и начинается вторая. Маршрут на Чигет как раз и удобен тем, что можно облегчить себе подъем или сократить время спуска. Например, если вы не рассчитали силы или погода на горе внезапно испортилась. Первая очередь канатки поднимается на высоту примерно 2750 метров. Длина первой очереди около 1500 метров, а перепад высот составляет примерно 600 метров. Вторая очередь продолжает подъем от станции Чигет-1 до станции Чигет-2. Чигет-2 находится на высоте около 3000 метров. Длина второй очереди около 1000 метров с перепадом высот около 300 метров. Канатные дороги работают как в зимний, так и в летний сезон. Ну и путь дальше идёт как раз мимо кафе Ай, под канатной дорогой. Технический подъём несложный с точки зрения читаемости тропы, каких-то сложных рельефных участков, но достаточно градиентный. Придётся не спеша, монотонно поработать. И мы поднялись до конца второй очереди подъёмника. За Настиной спиной чуть-чуть справа вершина Чигета. 3700 метров, мы сейчас на 3300, на вершину. Сегодня мы не пойдём, потому что тропа ещё закрыта снегом, а у нас только трекинговые ботинки. То есть хочется, конечно, уже по снегу с такими скатами снежными иметь хотя бы минимальные лёгкие кошечки. Но их с собой сегодня нет, поэтому здесь на 3300 мы маршрут и закончим. Но, если что, имейте в виду, что можно подняться и до конца, до вершины Чигета. Итого, подъём у нас занял 5 часов 26 минут со всеми остановками. Прошли мы 8 километров 790 метров набора 1056. Путь к отступлению в целом аналогичен путю подъёма. Спускаемся к концу первой очереди, начало второй очереди. И оттуда по тропинке уходим назад. Единственное, нет смысла идти по вот этой тропинке, которая ближе к нам. Это тропинка, которая делает круг к озеру. Мы в озеро уже были, если через него поднимались. Мы просто спускаемся вот по этой нижней петле сразу в поляне. Три-четыре прохождения маршрута закончили. Мы снова на поляне Чигет. Весь маршрут у нас занял 7 часов 37 минут. 1073 метра высоты набрали. 14 из 64 километров прошли. Что хочется сказать по маршруту в целом? Отличный маршрут. Рекомендую его пройти, если будете в Прельбрусе. С удовольствием идётся и в ту, и в другую сторону. Очень красивый, очень разнообразный. Здорово, что есть побочная активность в виде озера, на которое можно зайти. Это тоже разнообразит маршрут. Здорово, что красивейшие виды и очень разные. И туда, и обратно открываются. Очень удобно, что есть канатная дорога, которая позволяет в случае чего либо сократить часть маршрута туда, либо эвакуироваться, если вы поднялись своими силами и поняли, что устали, хочется вернуться как-то обратно попроще. Пожалуйста, сели на канатную дорогу, уехали вниз на поляну Чегет. В общем, всё создано для того, чтобы с удовольствием пройти маршрут и получить удовольствие. Единственное, на всякий случай, ещё раз напоминаю, что к горам не стоит относиться халатно. Это всё-таки не просто сходить погулять. В любой момент всё может поменяться, погода может испортиться, а горы ошибок не прощают. Отнеситесь даже к лёгкому трекинговому маршруту с максимальной серьёзностью. Всё. Хороших вам маршрутов, красивых, больших гор. Надеюсь, это видео было для вас полезным или интересным, а лучше и то, и другое вместе. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»